Слайм, ну ты же понимаешь, что ты оттуда не выберешься живым, если ты прям сейчас не возьмёшь и не выпрыгнешь через это чёртово окно. Да не бойся, Шурик, не попросит у тебя денег, если ты это окно разобьёшь. Выпрыгивай! А верни-ка, ты же здесь магическая вот эта шайтан-машина. Наколдуй какое-то заклинание водное, потуши вот этот весь костёр, я не знаю, я же не смогу... Вот так его потушить, туши давай! Используй какое-то заклинание! Дебил! За водой беги! Это заклинание такое, дебил, за водой беги? Ты знаешь, что такое заклинание, Шурик? Аааа, в смысле, вот это ведра за водой, беги! Слышишь, Шурик, что тебе сказали? Вероника тебе сказала, дебил, за водой беги, бери ведра и беги за водой. Давай быстро! Слайм сейчас сгорит к чёртовой бабушке! Попробуй окно разбить, Вероника. Разбей окно, если слайм боится, я не знаю. Выпрыгивай, ты же сейчас сгоришь к чёртовой бабушке или вообще расплавишься? Ты же слизнь, вот... Тупой тупица, я не знаю, может он человеческого языка не понимает. Принёс воду? Дай воду! Ладно. Слайм, я сейчас за тобой туда поднимусь, ты стой там, никуда не уходи, хорошо? А, ну да, в реале ты куда-то сможешь уйти, ты же горишь. Так, я сейчас быстренько за ним поднимусь, если он там сейчас реально не сгорит. Держись, мой зелёный друг, вот этот кузнечик или кто-то там являешься слаймом. Так, первый этаж... Чё, дрит и колотит. Первый этаж потушил, но поджёг себе сракостанцию. И это всё из-за тебя, слайм, потому что ты не можешь через окно выпрыгнуть. Я должен тебе помогать, ааа, тут пожар не тушится. Через окно выпрыгивай, давай быстро, мне тебя заставлять что-ли? Чё ты на месте стоишь, ломай окна? Мы там снизу, мы там снизу батут постелили, вот прям сейчас там, поэтому смотри. Сейчас мы ломаем вот это окно, вот так, прыгай. Там снизу батут, ты себе ничего не разобьёшь, подходи давай, давай. Да! Если ты сам не спрыгнешь со второго этажа, я тебя столкнулся, за этим я сюда и поднялся. Так, себе сраку потушить. Так, так, всё здесь, потушим, ловите! Да! Шурик, ну как мог, так потушил. Господи помилуй, он прям на глазах у нас рушится. Ну, я сомневаюсь, что здесь ещё немножко воду разлить можно. Ну, да, вот это земляти пуховик, как говорится. А чумена, мы по центре с вами шашлычки пожарили, как сказал вот этот бородатый хрыщ в предыдущей серии. Так, получается с этого дня мы все втроём бомжарим, да? Пригласил друга в гости, значит. Нашёл на задницу себе проблемы. Эээээ, ты такими громкими высказываниями здесь не высказывайся! Я-то тут при чём? Чё я тому бородатому мужику сделал, что он так со мной поступил и с тобой тоже? Он сказал, придёте домой, шашлычки покушайте. В итоге, минус дом просто. Как будто его здесь и не было. Вероника, у меня к тебе один вопрос. Вы вроде с этим мужиком знакомы, да? Ну вот мне интересно, откуда вы с ним знакомы? И почему он меня дом поджёг? Ну, в смысле, Шурик он почему дом поджёг? Да, это Альберт. Лучше тебе не знать его. Альберт, значит, иностранец, да, небось? Слышишь, что, Шурик, Альберт? И она, походу, с этим Альбертом, вот это дигидрагидрагиды, вот это чики-бамбы, вот это шуры-муры, дело до того, как с нами познакомилась. Да, Вероника? Откуда ты про Альберта вот этого знаешь? Хорошо, что ты про Альберта знаешь. Ага. Как говорится, вспомнишь говно, вот и оно, да, Шурик? Тихо, тихо. Альберт. Тоже на шашлычки пришёл, что ли, или на что? Ну как? Вкусные шашлыки были. Ну как тебе сказать, мы же их даже не попробовали. Мы как только сюда пришли, дом к чёртовой бабушке сгорел. Твоих рук дело? Хотя, может, даже не отвечать, мы и так все знаем, то, что твоих. Так, на всякий случай, это сюда. Да, ты думаешь, то, что ты просто так можешь приходить сюда, брать, поджигать дом моего друга, поджигать мой дом, чуть не убить слайма и просто так думать, то, что тебе это с рук даже не сойдёт, да? Ёбипку. Стой, 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 стой. Тихо, 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 стой, 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 не, 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 не бей. Господи, помилуй, он с двух ударов мне всю жизнь вот эту снёс. Тихо, 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 тихо. Если ты такой крутой, как я вижу, я тебя вызываю на дуэль. Один на один. Ты и я. И там мы решим, кто из нас лучший маг. Или слабо тебе, а? Щенок, не смеши меня. Я не буду тратить на тебя своё время. Ой, в следующий раз я тебя встречу. Я твоего дракона на шампуре вертел. Я его на шашлык пущу. Подожди, это было, это... Чьи, друг, ты голоди, стой! Стоп, не-не-не-не-не, это просто тупой анекдот. Успокойся, ты ради свитых куриных яиц не поджигать. Это шутка. Я пошутил по поводу дуэли, извини. Ещё раз тебя здесь увижу! Ничего с тобой не сделаю. Да, он мне с двух ударов, с двух тычек всю жизнь снёс. С этим Альбертом, походу, лучше не связываться, да? Попали мы с тобой, Шурик, попали. Ладно, подойдите все сюда. Ну, я бомж. Шурик бомж. Слайм бомж. А вот у Вероники какой хороший дом. Кстати, я же там ещё вещи свои забыл, Вероника. Я ещё с прошлого раза не вынес. А у тебя вроде как огромная квартира. А может, ты нас приучишь втроём? Мы много места не займём. Мы в уголок забьёмся и там будем жить. Да, пацаны? Да? А? Ой, там... Ну... Ну там это вот... Как его... Я там арбуз жарила? Сковородку забыла выключить. До свидания. Подожди. Какой арбуз нас? Какую сковородку выключить? Ну, сейчас мы точно бомжарим. Есть у Кота идеи, где мы с вами можем пожить теперь, а? Если не у Вероники. Может, в бойцовском клубе пожить? У барона? Там... Кстати, хорошая идея. Может, у барона пожить? Слушайте, а может, у кузнеца поживём? Он хороший мужик. Он меня в предыдущий раз приютил. У него дома вот это... А? А вот как раз-таки и кузнец. Я как раз-таки про тебя вспоминал. Здорово, кузнец. Тут у нас вот это... Мы шашлычки жарили. Дом случайно сожгли к чёртовой бабушке просто весь. Вууууууаааааааа! А чё меня не пригласили? Ну ты наоборот, спасибо, скажи, что мы тебя не пригласили. Так бы и ты в доме застрял и тоже бы сгорел. Чёртовой бабушке почти как слайм это сделал, если бы я его не спас. Ой, слушай, кузнец, тут такое вот дело у нас небольшое. Мы втроём бомжари сейчас с этого момента, а я у тебя уже дома жил. И ты вообще сказал, что я как будто твой сын, а я тут вот этих двух молодых людей себе усыновил. То есть, получается, ты уже дедушкой стал. Я твой сын, а это твои внуки. Ты вот это не против, если мы у тебя втроём перекантуемся? Всего лишь немного, всего лишь пару месяцев, может год максимум, пока новую квартиру не найдём. Если ты вдруг не против. А, кузнец, ты же хороший мужик, вот, ещё и собака, вот, и собака там будет у тебя жить. Ой, у меня там корова рожает, пойду помогу ей. Какая корова рожа... У одной арбуз пригорел, надо сковородку выключить, у другого корова рожает. Ладно. Слушайте, а может нам на арене нашей пожить с Вероникой? И мы же там как бы победили... Мы в предыдущей серии чемпионами ареной стали. Точно! Мы победили Хрюнделя и Кристину, вот эту рыжую или красную. Вот здесь я оставлю подсказочку. За пиндёкой! И посмотри предыдущую серию, если вдруг не видел. Там вот это мы с Вероникой дела намутили. Реально, пацаны, так может нам на арене пожить? Или может ещё кое-что там сделать? А у меня сейчас резко в башке появилась идея, как можно быстро бабки наварить, чтобы купить себе новый дом. Слушай, Слайм! Тащи свою строкостанцию, вот эту зелёную, к барону в бойцовский клуб и притащи его к нам на арену. Встречаемся там через пару минут. Шурик, оставь собаку вот здесь, где-то возле дома Вероники, и давай за мной быстро. Не зря же мы чемпионы арены, это что-то значит. У меня как бы уже имя на весь город есть с Вероникой. Но сделаем так, что Вероника как будто заболела в этой серии. А вот ты, Шурик, мой новый напарник на арене. Ничего не понимаю. Ну то, что ты тупой, я это знаю. Но ничего, я тебе сейчас всё подробно объясню. Давай, иди сюда, Шурик. Идут, идут. Заходите по центре, у меня срочный для вас есть план. Да господи, как закрыть отшатай машину. Да, здорово, здорово, барон, здорово, слайм. Короче, по центре, есть быстрый способ, как наварить бабок. Барон, если вкратце, мы сейчас в дерьме. Вот, с мужиками в дерьме. Мы бомжари, поэтому надо твоя помощь. Слушайте и запоминайте, на эту серию мы с Шуриком партнёры. Мы чемпионы арены. А слайм пришёл к нам на арену, чтобы сразиться с нами. Он будет один. Слайм, ты, короче, будешь один против нас сражаться, но раньше времени не паникуй. Мы же все знаем, что зрители могут делать ставки. Денежные ставки, вот это бабосики, баблончики, мани-мани. Делать ставки на участников поединка. Сделаем так. Ты, барон, сейчас идёшь в город. Притаскиваешь сюда зрителей и орёшь в центре, что сейчас будет сражение с чемпионами арены. Зрители сюда приходят, ставят бабки на нас, потому что, естественно, один слайм нас не завалит двоих Шуриком. Но потом мы делаем так, что слайм выигрывает. И все бабки, которые на нас поставят зрители, достаются нам. Ну а чё? Как бы да, с одной стороны это неправильно, но кого-кого чё-то тревожит, да? Мы бомжари. Если никто нас не хочет приютить домой, вот этот кузнец нас послал. Верни-ка нас послал, а значит, надо как-то выкручиваться из этой задницы. Всем всё понятно? Тогда барон со зрителями побежал. Слайм, ты не переживай, тебе даже ничего делать не надо будет. Просто возьми тотем в руку, ты против нас будешь сражаться. Мы всё сами сделаем, ты, главное, хотя бы попадай по нам с этими своими заклинаниями. Так, кого-то привёл, кого-то привёл. Здравствуйте, это зрители, ой, продавец книг, ой, мясники, а ты вроде учитель магии, да, если я не ошибаюсь? Так, короче, нам бросил вызов. Вот этот слайм, прикиньте. Слайм, слабак, самый слабый маг в городе, сказал то, что он один будет против нас двоих шуриком сражаться. Шурик сегодня заменяет Веронику, прикиньте. Ха-ха-ха-ха-ха. И он думает, что он нас победит. Вот, если хотите, можете делать ставки денежные и смотреть бой за чемпиона арены. Давайте, делайте ставки. Я в деле. Ставлю 10 серебряных монет на чемпионов арены. Ставлю 14 серебряных монет на чемпионов. А я ставлю 12 серебряных монет на чемпионов. Держите мои бабки. Всё, поднимайтесь на второй этаж, сейчас будем начинать поединок. Давай, Барон, ты тоже, всего тоже. Слайм, давай на место, здесь стой, мы с Шуриком пойдём туда. Не сыкуй слайм, всё будет хорошо. Надеюсь. Барон, будешь готов? Давай отчёт, мы готовы. Раз. Два. Три. Погнали. Ой. Ой, так. Ой. Ты слайм, какой сильный маг. Какой... Где он спрятался? Он использует какие-то заклинания невидимости. Слайм, ты где? Я не могу тебя найти. Куда стрелять-то? Где же он? Вот именно, Шурик. Где слайм? Не могу понять. Да, видимо, мы даже не знаем то, что слайм такой сильный маг. Куда стрелять? Он что, убежал с арены? А, вот он, слайм. А! 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 Не, Шурик, я не попадаю. Он убил Шурика. Слайм, мы с тобой остались. Один на один, один на один. Граната, граната, граната ядовитая. В прошлый раз она мне помогла выиграть чемпионство арены. А! А! Я не туда бросил. Слайм, меня отвлек. Слайм, стой на месте, собака. На! Какой сильный противник. Я даже этого не знал. Слайм, ты не убегай. Ты сражайся. Сражайся. Сражайся, как мужик. Ты куда убегаешь? Слайм, я сдаюсь. Я сдаюсь теперь. А, чуметь не встать, ребята. А кто мог знать, что Слайм такой сильный маг? Слайм победитель арены, новый чемпион. Какой он сильный. Нет! Не может быть как! Да как! Ай, Слайм, ты что-то сделал нереальное просто. Слушайте, ну ладно. Я хочу, я хочу попросить у тебя реванш, Слайм. Если ты такой сильный, докажи, что ты в два раза сильный. А сейчас проиграй нам Слайм, сейчас мы тебя закукошим. Вот! Все же знают, какой Слайм сильный. Никто же этого даже не мог предположить. Я бросаю еще один вызов Слайму. Реванш! Если хотите, можете еще раз делать ставки. Вот. Сражаемся еще раз за чемпионство арены. Но мне кажется, Слайм все же победит, учитывая, какой он сильный. Мы по нему практически не раз не попали. Семь монет на Слайма! Шесть монет на Слайма! Ставлю пятнадцать монет на чемпиона Слайма! Барон, иди собирай бабки. Берите тотемы бессмертия. Шурик, сейчас наоборот. Сейчас мы гасим Слайма. Все! Это там... Не веди себя серьезно, Шурик. Не поддавай виду то, что... Все! Барон, давай отчет! Раз! Два! И три! Давай, давай! Гаси Слайма! Гаси Слайма! Ты смотри, какой сильный! И по нему практически... По нему практически невозможно попасть! Я не знаю! Это нам просто повезло в этот раз! Ясик, мы победили чемпиона арены! Да как, Слайм, ты нас подвел? Это невозможно! В смысле? Ой, как нам повезло, Шурик. Мы победили... Мы... Вот было ли когда-то в этом городе то, что кто-то проиграл чемпионство арены и сразу же моментально себе его вернул? Ой, Слайм, ты достойный противник. Ты сражался просто как гладиатор. Ой, ну, ребята, спасибо всем, что пришли посмотреть бой. Сегодня был просто-просто неимоверный поединок. То Слайм выиграл, то мы выиграли. Кто бы мог знать, да, Слайм? Все, ребят, спасибо. Вдруг, если будут еще какие-то сражения, Барон вас всех заново пригласит. Спасибо, что пришли, посмотрели. Ставки были отличные. Удачи вам! Барон, сколько там бабок мы только что наварганили за 10 минут? 76 серебряных монет! Шурик, ты за всю жизнь столько не заработал, как я только что за 10 минут заработал. Делим все поровну? Ну да, 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 Шурик. Мне 80% всей нашей добычи. Вам со Слаймом по 10%, да? Все, давай. А что? А что? Да ладно, да ладно, шутка, шутка. Нет, Шурик я не оборзел. Все поровну. Каждому там по 33%. А, ну еще же Барону надо. Ну тогда каждому по 25%. Главное не подавать виду, что что-то вышло спод контроля. Все хорошо, мужики. Мы справились. Ха-ха-ха-ха. Хо-хо-хо. Субтитры сделал DimaTorzok